Если вы думаете, что я стал музыкальным блогером из-за того, что мне прям вот так интересно вся новая музыка, я слушаю все новые релизы и всем этим прям проникаюсь, то нет, я музыку действительно люблю, но, например, вот недавно я скачал первый альбом System of a Down какого-то там бородатого года, который я наизусть знаю, но зато без сжатия, во флаке, выдумал себе разницу между этим, сижу, слушаю через провод, получаю неимоверное удовольствие, но контента на этом не сделаешь. Поэтому сегодня у нас немного новый формат, я взял две группы, которые примерно 8 квадриллиардов раз упоминались у меня в комментариях, конкретно это Smetana Band и мы, прогуглил их, основательно послушал, и сейчас буду вам вещать свое экспертное, необъективное и очень поверхностное мнение, в общем, все как вы любите, здрасте, вы на канале Сейна. И вот в этом месте обычно реклама, но сейчас, как видите, ее нет, поэтому настоятельно прошу вас исполнить все вот эти ютубные ритуалы, не просто так их блогеры просят, реально очень сложно с этими алгоритмами всеми жить, поэтому вот колокольчик, лайк, коммент, подписка, все вот это, наверняка куча людей меня без подписки или без колокольчика смотрит, плиз, вот это вот все дело понажимайте, потому что очень это нужно для того, чтобы канал нормально жил и существовал и выводился всем в рекомендации. Низкий вам поклон, дорогие друзья, переходим к видосу. Когда я первые 10 тысяч раз прочитал в комментариях Сметана Бэнд, я думал, это какая-то голимая КВН-чина. Конечно же, книгу там не судят по обложке, хотя на самом деле судят, но Сметана Бэнд, ну реально, ну как так можно было назваться, вряд ли за этим может скрываться что-то нормальное. Но на вторые 10 тысяч раз я уже начал задумываться, блин, ну если так часто советуют, может там все-таки что-то есть, и начал прошаривать. Во-первых, группа существует очень долго, неимоверно плодовито, это такой камеди-рок, но при этом скорее тин-камеди-рок. Вообще разбирать подростковый рок это как пинать лежачего, я очень много послушал разного пока к этому готовился, очень много прям похожего, все эти темы, они прям вот пережеваны 3 миллиона раз, и очень похожие именно и по смыслу, и по направленности, и по звучанию песни на то же, что играло там в моем детстве. Ну а как в мое время были различные такие хиты, ну чисто для пубертатного поколения, так же и сейчас они есть, здесь в принципе не имеет смысла на это сетовать. Но здесь-то все-таки камеди, и само по себе совмещение рафлянчиков вот с этим и так игривым, и как бы чуть-чуть издевательским тинейджерски роковым звучанием, оно тема благодатная. Ну то есть известен мало того, что Стрикала, есть еще вот такого рода исполнители, но даже у Кис-Кис там вот одна из самых популярных песен это «Лучше бати только те». И в данном жанре шутливое отношение, такое сатирическое, оно очень уместно и очень часто играет в плюс строчкам и каким-то образом в песне, потому что ты сразу начинаешь от этого как бы больше сопереживать артисту, потому что ты с ним уже и погрустил, и посмеялся, и вообще все классно. А дальше я узнал, что серьезную долю своей популярности группа Сметана Бэнд заработала за счет своих мультфильмов на Ютубе, которые были как бы клипами к песням, но дополняли их, а мы тут как раз совсем недавно обсуждали удачные примеры подобного, будь то замечательные слова «Паразиты», «Дайте танк», будь то локеминовская песня «Из говна и палок» тоже отлично анимирована, да и в принципе подобных примеров довольно много, можно даже там до глюкозы и гориллаз дойти. Короче, вот к этому уравнению смехуёчки, тинейджерский панк и еще и мультипликация, она прям отлично добавляется, и вот я ожидал увидеть чего-то интересного, как раз таки вот от этого смешения, наверное, и должен родиться продукт, ради которого мне писали все эти комменты. Но увидел я вот это. Я не замедлил, не наделал скриншотов. Это такая анимация. То есть, ну, понятно, что анимация — это сложно, и понятно, что анимация стоит денег, но вы же видите, что делают все остальные. И ладно, допустим, сама «Сметана Бэнд», допустим, им это показалось хорошей идеей, под этим миллионы просмотров. Я вообще не понимаю, кому это может нравиться. Ну, в смысле, ну, тем, кто никакие мультфильмы не видел, или, ну, очень впечатлительные какие-то люди, ну, может, опять же, там, ну, те, кто первый раз там в жизни с девушкой расстались, там, в 14 лет, и им вот... Опять же, не хочется здесь приплетать ни эйджизм, ничего, но, блин, реально же очень плохое качество. И если вы думаете, что там какой-то сюжет, который, вот, может, собственно, перекрыть своей крутостью эту не очень крутую картинку, то нет, он галимый, довольно предсказуемый, там, конкретно в этой песне. Сначала персонаж один оказывается мальчик маньяком, а после этого девочка оказывается маньячкой, и, типа, он получил то же, что и сам делал. Вау, очень необычно и круто. Рубрика «Антидушнильство». Подобные мультфильмы делала не только группа Сметана Бэнд, но и многие другие, при том, даже в жанрах, которые мне нравятся, например, Мегадед с релизом альбома «Дистопия» выпускали серию мультфильмов вот в этом постапокалиптичном сюжете, и они были более бодрые, но все равно, по-моему, очень хреново выглядящие, и в этом смысле Сметана Бэнд даже обошли многих, потому что у них-то смотрели миллионы, у Мегадед нет, просмотров меньше, чем у обычных клипов, ну и в этом смысле Сметана Бэнд молодцы. А еще, чтобы добавить в мою сугубо субъективную передачу маленькую щепоточку объективности, я спросил мнение о мультфильмах Сметаны Бэнд у своей замечательной подруги-мультипликатора Саши Воробьевой, и вот что она ответила. «Я посмотрела, и я не очень люблю хейтить людей, художников, потому что каждый рисует, как он хочет, но это, да, но это на самом деле, мне кажется, это сложно назвать анимацией, там, собственно, написано, что это типа аниматик, просто слайд-шоу с картиночками, и это очень популярный вид анимации, потому что его очень просто делать, просто рисуешь картиночки и монтируешь с каким-нибудь футажом вот этого дождя, и это, конечно, из-за того, что это быстро и легко делается, это, видимо, набирает больше популярности, чем то, во что вложено больше сил, типа какая-то крутая анимация, это очень грустно, меня это разочаровывает. И еще мне сначала понравилось, как это выглядит в целом, ну, то есть, типа, нормальный стилек такой, немножко уже заезженный, но симпатичненький, и как бы цвета такие прикольные, атмосферненько. А потом начинается сюжет с кровищей, и сразу понятно, что это делает, ну, кто-то, кто очень подвержен такому штампу, там, из аниме, из каких-то популярных анимационных клипов и аниматиков. Я такое вообще не очень люблю, потому что это супер банально. Вообще не подходит под музыку, вот. И в этом плане, как клип, это вообще не выполняет свою цель, потому что это, ну, просто изображение отдельно от музыки. Я тут немножко с ног, но мне кажется, что если ты рисуешь клип, то он должен подходить под стиль группы, подходить под текст, при этом не иллюстрировать его прямо, потому что тупо повторять текст не очень тоже прикольно. И это должно быть что-то изобретательное, то есть как бы само по себе, сам по себе должен быть клевый контент с каким-то изобретательным сюжетом, необычным, может быть, сеттингом, с каким-то визуальным решением прикольным. И, конечно, очень не хватает движения вот именно в этих клипах, потому что динамика чисто через движения монтажные и через футажи, это... этого не хватает, это быстро наскучивает, вот. И, к сожалению, это очень популярно, вот. Поэтому я как бы против большинства людей, наверное, тут стою, мне такое не нравится, а людям же нравится. Ну и я, собственно, на том же вопросе останавливаюсь. Пишите в комментах, вот, что важнее, какая мысль у вас в голове становится первой? То, что это сделано, но откровенно некачественно, или то, что это все-таки нравится и трогает большое количество людей? И, ну, ладно, допустим, продукт просто не мой, не для меня сделан, окей. Помимо этого, у них есть и их обычные клипы, тоже некоторые из них довольно популярные. Смотрю я их, а выглядят они вот так. И то есть, ну... Ну, мне одному как-то качества не хватает. Ну, я, то есть, может, зажрался, но это же уровень клипов блогеров 2012 года. И, то есть, ну, ладно, одно дело, там, съемка, придумки и все такое. Сами чуваки, они выглядят, ну, просто как чуваки. В смысле, это именно выглядит, как очень такая самодельная какая-то фигня, как будто группа собралась вот в прошлом месяце, и они вот только пытаются какие-то свои первые шаги делать, как-то там, ну, собрались, какой-то клипчик сняли про что-то. Но нет, группа уже очень давно существует, у них огромные туры, там, на десятки городов, и при этом вот их продукт. Снова рубрика антидушнильства. В этом фрагменте я в очередной раз выдавал свою тираду про то, какой однообразный и неинтересный тинейджерский рок, поп-панк, и вот, в принципе, такой звук. Но справедливости ради хочется отметить, что за время существования группы вокальные навыки солиста выросли, ну, прям, очень заметно. Он стал писать гораздо более интересные партии, и, собственно, часть современного успеха сметаны бэнда, их нынешних хитов, я думаю, они будут упираться, в первую очередь, в звук, а не в какую-то кекную атмосферу, и, скорее всего, группа движется к этому сознательно. И у них, вот, собственно, есть акустик и пик, к нему выходили, соответственно, и видосы. Рекомендую посмотреть, если вам нравится тип вокала, там, а-ля Мельковский и вот подобные персонажи, вас может вполне себе это зацепить, сделано качественно, не могу не отметить навыки. Ровно так же растет и качество клипов, но здесь не так однозначно, потому что, например, те же плохие манеры, которые я здесь уже несколько раз вставлял, и вот текст тоже разбирался, и песня сама, они прям косят под пошлую молли, это прям очень видно, при том, что сама пошлая молли это тоже такой сгусток стереотипов, и вот от того, что чуваки интересно нарядились, но при этом нарядились все равно стереотипно и вот в закосе под современный такой тренд, это не делает более оригинальным как бы состав, они от этого не становятся более западающими в память, но возможно чувакам самим комфортно в этом саунде, они может потом кристаллизуются как-то во что-то более оригинальное, или там возьмут его только как элемент звучания, а сами там что-то изменят, короче, так или иначе качество растет, хотя я считаю все-таки не совсем пропорционально всей остальной сцене, но все-таки, опять же, это слушают, у этого есть фанаты, вот, и качественного роста нельзя не отметить. Ну и ладно, звучание, может там смысл, душа, какая-то особенная вещь, я спросил в инстаграме, что-то звучит как-то галимо, может посоветуете какие-то вот песни, которые самые шедевральные, на которые больше всего стоит обратить внимание, больше всего посоветовали песню «Конструкторы», что мы там видим. «Твоя красота всего лишь форма твоего черепа, я повелся на нее и был полным дураком, пока верил ей, нас привлекает мышечная ткань, кости, молочные железы, все те детали, что красиво сделаны, но сделаны без души». «Долб 10 русских песен со смыслом». «Конструкторы из мяса и костей детали складывают, ложась по ночам в постель, и в них, кроме программы примитивной нет идей, эти конструкторы так не похожи на людей». Слушайте трек «Мы не похожи палкой Гоки». «О боже, меня тошнит, у процесса неприглядный вид, но именно так все это выглядит без любви». Ну, то есть, нельзя прям доебаться, что это какая-то ультра-бессмысленная хрень, но, откровенно, ну, слышали же. Ну, то есть, ну, это же уже которая такая песня. Ну, то есть, не хочется совсем уж доебываться и говорить, что там вот все плохо по тексту, по смыслу, но явно ничего интересного. Типа, что вы хотели, чтобы я вот это заценил? Ну, вот заценил, да? Еще одна песня про а-ля Буратинок или что-нибудь еще про биомусор и так далее, и другие еще тысячи способов сказать, что люди на самом деле не живут как люди, а просто существуют. Ну, понимаете, очень много кто в разных ипостасях, в разных смыслах это использовал. Не знаю, на что здесь смотреть. По звучанию чуть напоминает группу «Императоры секса». Категорически рекомендую их послушать. Особенно трек «Гомосексуальный пылесос». Вот это, по-моему, гораздо интересней. «Гомосексуальный пылесос», «Он всегда работал за троих». Ну, опять же, может, песня такая попалась, может, год был такой, так или иначе, относительно их свежий релиз, «Плохие манеры» за главный трек, «Плохие манеры». «Плохие манеры», «Подъезды и скверы» «Знают мои сучьи манеры». «Я настолько долбоеб, что нахамил менту». Да, эта песня, она как бы более юмористическая, чем предыдущая, и поэтому здесь как бы должна раскрываться вся суть сметаны бэнда. Там вот тренер Михаил оказался педофил, это ведь, это их хлеб, комедирок. Но вот «Я настолько долбоеб, что нахамил менту». «В школе был настолько панк, что мочил манту». Блять, вот тебе и юмор, да? Вот та самая шутка, которая была баяном в комедиклабе в 2008, она вот у нас сегодня в текстах встречается. «Я хотел бы подвести спасителя к кресту, я поставлю инвалиду самый шаткий стул». Я вот, видимо, должен рассмеяться просто, разорваться от смеха на этом моменте. «Бессердечно отбираю у бомжей еду, обзываю пидорасами детей в саду, карасей в пруду, наверное, еще». И особенно меня задевает то, что сметану сравнивают с Валентином Стрыкало, и говорят, что они вот заняли его нишу, и теперь делают то же самое. По-моему, вообще не то же самое, но это мое имхо с какой-то более такой общей осмысленной стороны. Можно сказать, что публика, которая пришла к Стрыкало с песни «Я бью женщины детей», которые как бы вот один там припев условно услышали, не знали это чисто как вот, ну как КВНовскую песню, это можно так воспринять, ну там или комедиклабовскую, да, что такая же публика приходит к сметане, к сметане Бэнд на их вот такие же шуточные песни. Но если воспринимать как бы творчество Стрыкало глубже, да и творчество Сметаны Бэнд также глубже, то у Стрыкало дальше есть куда копнуть. У него все-таки интересней находочки, оригинальный стилачок, он тоньше шутит, он более саркастичный, но также нельзя не заметить вот этого тренда, что что одни, что вторые, дальше отходят от чистейших смехуёчков больше в такую иронию, как бы пытаются более саркастично это подавать, более иронически относиться. Ёпан и рот, блядь. И таким образом, юмор либо остаётся только интонацией, либо вообще вовсе убирается из песен, оставаясь только таким, в общем, отношением к миру ироничным, иногда мрачно ироничным. Короче, это по-разному можно использовать, но, опять же, по-моему, у Стрыкало было тоньше и интересней. Но, с другой стороны, может, у Сметана Бэнд ещё всё впереди, опять же, чтобы разбавить чисто своё душнильство, я спросил мнение о Сметане у своего друга, скаута лейбла Гамма Мьюзик, ещё диджея, продюсера, битмаря, музыканта, автора подкаста с канала I'm First Feel, кстати, я был у него на подкасте, рекомендую посмотреть, Артура First Feel'а, и вот, чё он мне сказал. Собственно, группу Сметана Бэнд, я посмотрел два клипа, я не слушал их никогда до этого, посмотрел я в моём тихом омуте плохие манеры и чуть-чуть увидел название песни Heavy Metal Rave и чуть-чуть их послушал, мне не зашло, честно говоря, вот правда, типа, кидайтесь меня камнями, но на мой вкус для какого-то поп-панка вот этого, классического, это слишком душная история, там, качество иронии, допустим, там, в треке плохие манеры мне, ну, типа, не хватило, хотя ребята очень старались, по визуальным образом тоже не то, чтобы что-то меня прям сильно впечатлило, кроме, там, анимационной вот этой движухи с Dead Inside, тысячами, ну, семь, но опять же, мне там, группа какая-нибудь Fem Love заходит в этом вопросе сильно больше, поэтому, ну, если по десятибалльной, твердая, там, пятерка за то, что качественно сделано, и все. И финальной точкой для меня стали интервью Сметана Бэнд, просто до конца весь лор этой группы для меня сложился, потому что интервью Сметаны Бэнд это самое неинтересное, что я читал, наверное, со времен средней школы, ну, просто, реально, и интервьюерам ничего не хочется у них спросить, и им не хочется отвечать интервьюерам, это просто какой-то набор уникального уныния, при том, что видео, что текстовые, всеми силами искал какую-то интересную информацию про них, нихрена, и при этом сквозной линией, таким лейтмотивом проходит тема, что мы, типа, ничего не добились, они, как бы, так, сами себя постоянно унижают, типа, мы вот такие лохи нас там еле слушают, хотя при этом, как бы, ну, туры довольно большие, и, типа, на них приходят такие же разочаровавшиеся в жизни зрители. Ну, зрители-то, ладно, творчество есть творчество, но я держу пари, что, если бы сметана бэнд выглядели интересней и не назывались сметана бэнд, их бы гораздо больше слушали, вот реально, готов пятихатку на это поставить. И вот золотой момент из интервью, как раз про название, есть, если не знаете, три типичных вопроса, которые ни в коем случае не стоит задавать на интервью, потому что они галимы и банальны, это, какие будущие творческие планы, чем вы вдохновляетесь, и откуда взялось название. Это вот прям, прям, постоянная херня, и прям выдает либо начинающего, либо просто плохого журналиста, но про название так или иначе всегда спрашивают. Это, ну, то, что на поверхности. И, собственно, когда группа дает себе любое название, а потом с ним живет, она как бы готова на это отвечать. И вот, что отвечает Сметана Бэнд, мы не думали, что получится что-то серьезное, поэтому просто искали самое дебильное слово. Савва придумал название Сметана в ассоциации со спермой. Это цитата. Надеюсь, Савва придумал это и в ассоциации, в смысле, в сотрудничестве со спермой, потому что это единственное, что может мне объяснить эту штуку, с чем у вас ассоциируется Сметана. Если со спермой, отписывайтесь, реально. Мы с вами не подходим друг к другу, как люди. Нам нет смысла больше коммуницировать. Но опять же, у ребят есть концертные туры, фан-база, и возможно, просто мы не сходимся там в чувстве юмора, в чувстве прекрасного и всем остальном. Я желаю только добра и успеха любым русскоязычным музыкантам, собственно, как и Сметане Бэнд, но не суждено нам по одной дорожке идти. Категорически не понравилось. Давайте к следующему группе. Следующая на очереди у нас группа «Мы», и вот это по-настоящему интересно. Если в случае со Сметаной Бэнд мне приходилось очень много раз говорить, ну, наверное, дальше будет интересно, ну, наверное, вот в этом что-то есть, то здесь скидку не приходилось сделать вообще. С самого начала любая песня, любой клип просто вот моментально в три секунды объясняет тебе, почему это интересно людям. С точки зрения музыки, своеобразное, минималистичное, очень нежное звучание, к тому же написанное двумя людьми, которые сначала были влюблены друг в друга, то есть это действительно очень красивая история про то, что вот этот самый Даниил Шейк встретил эту Еву, они начали встречаться, так написали свой первый альбом, опять же, это вот все из интервью я узнал, дальше расстались, но продолжали вместе делать музыку и вот этот вот именно, ну, сочетаются они в общем особенно и это слышно, несмотря на то, что это абсолютно не мой жанр и там скорее всего песни группы мы у меня в плеере не осядут, все равно это слышно, все равно это обаятельно. Особенно хочется отметить стилизацию, которую можно в разных их песнях отследить и в разных иногда фрагментах но вот песня Остров это самый яркий пример подобного это ведь русский ретро-саунд вы ведь слышите, что стилизация сделана под что-то вам уже знакомое а-ля такая советская песня если в комментах напишите вот какая конкретно я вот не могу понять о чем это именно на какую песню меня это отсылает но явно что-то вот тоже связанное с морем путешествиями что-то даже в духе на недельку до второго я уеду в Комарова но как бы не совсем конкретно то на недельку до второго и у Монеточки было то же самое в последнем альбоме она стилизовалась под различную русскую музыку это вообще сложный финт но слушатели может не знать кто такой конкретно Муслим Магомаев но если вы возьмете Магомаевскую как бы атмосферу попытаетесь ее воссоздать то она уже будет знакомой для слушателя и это очень интересно работает потому что тот же остров это абсолютный хит группы мы и помимо интересного саунда клипы не отстают вообще нет никакой связи между сметаной бэнд и мы но можно проследить такую штуку что часть тоже супер популярных клипов мы сняты на откровенно не лучшее оборудование то есть если вы сами пробовали снимать вы понимаете что вот эти вот кадры выглядят именно таким образом потому что ну просто техника не справляется с условиями в которых ребята снимали и они могли бы получить и в следующих клипах получали картинку гораздо лучше но здесь эта наколеночность она сочетается с действительно очень крутой работой с визуалом очень хорошим чувством визуала и поэтому ну это смотрится скорее не как какой-то продукт который там произвели ребята друганы из бирюлева а скорее как какие-нибудь там студенты пафосного арт-кружка и в хорошем смысле скорее мне по крайней мере вот подобный видеоарт очень нравится в других своих работах они не стесняются использовать различные мемчики то есть такая постмодерновая интернетная манера и нарезки и разбавления и вообще подбора видеоряда она смотрится необычно именно в музыкальном клипе особенно который ну явно сделан командой явно долго работали и над треком и над песней и посмотрела это миллионы но при этом не смотрится чуждо а наоборот приковывает взгляд потому что ну мы уже знакомы с этой манерой но не привыкли видеть ее в таких произведениях короче тем кто работает с каким-то какими-то медиа человеческим восприятием и любит визуал настоятельно рекомендую клипы мы потому что там прям вот есть чему поучиться и конечно очень большое впечатление на меня произвела история с песней возможно мы не будем конкретно углубляться в тексты совсем уж с музыкой группы мы но они именно про то чтобы находить интересные фразочки жанр у них скорее поп и им не так важно дать какую-то целостную мысль как важно задать атмосферу и собственно с этим ребят суперски справляются там яркий пример того же самого Сироткин например который именно выдумывает сразу кусок то есть он не выдумывает отдельный текст а выдумывает как бы атмосферный ряд как он это споет как он это преподнесет он рассказывал что пишет тексты сначала на йогуртном английском а потом под это подставляет слова ну короче вы поняли суть что главное здесь это именно совершить попадание в зрителя сразу всем и звуком и строчкой и именно так чтобы запустить у него дальше цикл образов как раз таки в песне возможно самый яркий пример такого мне придется убить тебя ведь только так я буду знать точно что между нами ничего и никогда уже не будет возможно то есть понимаете это по сути сказана фраза я никогда не перестану тебя любить но изящно но так чтобы она запала у тебя в голове ты ее услышав как бы легко раздекодил сразу понял и за счет этого она у тебя осталась я этот процесс уже много раз описывал но так работает большая часть именно вот таких вот западающих строчек и именно этот трек и именно эту строчку процитировал в своей предсмертной записке Артем Исхаков который убил и изнасиловал 19-летнюю студентку высшей школы экономики Татьяну Страхову а затем сам покончил с собой по тому что я дальше прочел она как раз он был у нее во френдзоне и по его словам именно эта строчка побудила его собственно совершить эти ужасные поступки и я честно говоря не ожидал что это до сих пор настолько непроработанная и непонятая обществом тема как ебанутые которые пытаются свалить свою ебанутость на что-то кроме самой этой ебанутости только в одних моих роликах рассказывалось несколько подобных историй про то что музыкантов реально судили то есть они серьезно проходили по судебному обвинению из-за того что якобы их песни кого-то к чему-то побудили и единицы дел были выиграны или хотя бы хоть как-то навредили в итоге музыкантам кроме как моральных сил просто потраченных на все эти тяжбы постоянно музыканты признаются невиновными ну потому что очевидно блять какая должна быть песня чтобы она заставила вас кого-то убить ну то есть ну нужно быть в первую очередь ебанутым чтобы это совершить все остальное уже вторичная мысль очевидная но если вы хотите испортить себе вот настроение на ближайший вечер рекомендую вам посмотреть телевизионные репортажи с этих событий именно такого уровня маразма и уебищности человеческой его прям нарочно не придумаешь как выяснилось повалилось огромное количество обвинений куча людей хотели запретить этот трек потому что он что-то там побуждает и это не какой-то металл про сатану а это попсовая песня про любовь которую нельзя остановить охуеть то ли удалось уладить творческие разногласия то ли что кажется более вероятным все это спланированная пиар-акция ради хайпа и заработка и хуже всего в этот момент естественно музыкантам потому что искусство это про то чтобы создавать цепляющие образы про то чтобы вызывать реакцию и оставаться в памяти то есть проблема в том что этот припев он хороший за счет этого он остается в головах людей но тут он остался в голове ебанутого и все резко опять история запретим ножи потому что ими там можно кого-то убить и из этой же логики там ну я не буду продолжать вот эту вот классическую самую примитивную так каждому из вас понятную аргументацию этого но почему-то массовому слушателю это непонятно поэтому там на будущее если какой-нибудь ваш любимый артист с этим столкнется пишите ему слова поддержки потому что от первого лица когда ты реально получаешь из всех концов мнение о том что твоя песня может довести человека до подобных ужасных действий ты рано или поздно можешь начать в это верить и поэтому выражаю поддержку всем артистам которые с этим сталкивались или еще столкнутся вы ни в чем не виноваты в большинстве случаев и продолжайте творчество дальше люди просто ебнутые все в порядке и эта ситуация бустанула все конфликты которые и так были в группе мы она развалилась ну и именно вот этот состав из Евы и Даниила Шейка он собственно перестал существовать и Ева стала отдельной артисткой там я так понимаю Шейк все еще выпускает какие-то треки под названием мы или увы я прочел и послушал много разных интервью с той и с другой стороны они там друг друга продолжают бесконечно поливать говном потому что она обвиняет его в одних вещах он ее в других мне честно не очень интересно именно вот эта вот часть творчества мы но по всей видимости именно в составе в который они сделали вот эти вот свои самые известные и им хо лучшие вещи они больше существовать не будут поэтому наверное имеет смысл говорить об этом только как о уже прошедшем и уже об отжившей группе и я настоятельно рекомендую ознакомиться вам с творчеством мы именно этого периода но я послушал отдельно то что каждый из них делает и в этом есть какие-то схожие черты с мы потому что по какому-то общему настроению там по жанру это можно соотнести и это вроде бы даже отдельно слушают вроде бы даже артисты в сольном творчестве все еще нужны своим слушателям как бы тоже дай бог всем здоровья надеюсь все вы будете зарабатывать огромные миллиарды и все у вас будет хорошо но в первую очередь рекомендую ознакомиться с именно вот группой мы в привычном смысле с их самыми золотыми вещами группа мы короче группа мы как у наверняка у там большинства людей будет ассоциироваться скорее всего еще очень долго с песней возможно потому что она достаточно хорошо нашумела или там плохо но учитывая обстоятельства в целом короче прикольная песня была тогда и все попали на радары из этой группы ну как девочка это и Даниэль Шейк вот собственно они и попали учитывая что у них там были рамсы переименование группы в мы и блядь и всякая вот эта вот движуха у меня создались четкие визуальные образы кто это что это и зачем это и когда я смотрю клипы по типу острова да который у ребят вышел недавно мне все нравится то есть мне нравится визуальная подача мне нравится текст мне нравится в целом как это все сделано и поэтому группе мы от меня летит респект и 7 баллов если сравнивать две эти группы в воп я считаю это некорректно но лично мне группа мы понравилась больше но что одна что вторая группа ярко показывает что будь ты хоть из самого глубокого урюпинска имей ты хоть самую примитивную там камеру своего друга ты можешь взять начать писать музон и тебя будут слушать либо одна публика как у сметана бент либо совершенно другая публика как у группы мы но что одна что другая это довольно специфическая публика то есть это явно не массовый слушатель но что у одних что у вторых он нашелся поэтому возможно найдется и у вас а подобные видосы выходят только благодаря людям которые поддерживают меня на патреоне а за это получают доступ к громадному архиву муслаки нища книжек и всего остального который находится в закрытом паблике вконтакте это все дело стоит 5 баксов в месяц на патреоне если вам нравится этот или другие мои видосы то поддерживайте меня баблишком через патреон если баблишка нет то открыты все остальные соцсети и также доступны лайки и комменты которые очень помогают ролику с продвижением пишите как вам подобный формат обсуждения артистов потому что ну мне было интересно откровенно говоря я бы иначе так и сидел и слушал свою систему в принципе отличия чувствовал ну и на этом наверное все спасибо что досмотрел ты знаешь где кнопка подписки хеллоу ребята которые досматривают до самого конца мои самые прекрасные самые преданные зрители у вас наверняка у всех и колокольчики нажаты и комменты и лайки стоят господи золотая публика специально для вас говорю что в эту субботу я буду читать небольшой кусок ну как лекция ну скорее просто такой общий пиздеж а потом тусовка на стикер фесте в Москве вот собственно все там координаты время явки вы видите на экране сначала будет разговорный кусок ответа на вопросы а потом будут стикер коллабы и всякая другая движуха на мероприятии рекомендую посетить сам стикер фест и конкретно вот мой кусок тоже приходите в том числе вот вот вот